Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalty.md. Своими глазами. Вы готовы сейчас, если мы поднимемся, рассказать? Да, да, да. Хорошо. Сейчас, сейчас, сейчас. Представьтесь, как вас зовут для начала? Семья? Ну, семья Гырла. Моя, в общем, мадам фамилия другая. Мы еще не расписаны, поэтому разные фамилии. В 2019 году было фальсифицировано документы господином Черным и юристом. Они вызвали к себе этих трех инженеров по эксплуатации и фиксировали документы, что якобы мы не живем здесь уже пять лет. А у нас есть все документы, все акты с 2006 года, что мы платили, где мы работали, где это самое. И это самое, поставили этих соседей, что он не видит вообще 85 или 86 лет, и Евгений Григорьевич, и он сказал, что пять лет мы здесь не жили. И только он не хочет расписаться. И все, вот они по этому, по этим, по фальсифициям документам они нас и выселяют. И не помогают, мы обратились в суд. Мы обратились в суд. Можно сейчас, пожалуйста, вы обратились в суд? Да, в суд, в прокуратуру, если много раз. И не хотели их, это самое, привлечь к ее ответственности. Кого их? Ну, ЖЭК, ЖЭК. За то, что они подсчитывают документы. У вас есть документы, подтверждающие, что вы жили в этой квартире, с какого года, и документы, связанные с начальником Пожаев, с черным? Что у вас есть, чтобы это было не голословно, скажем так? Да, да, да. Этот акт, говорящий о чем? Ну, ну, уже якобы здесь мы не жили, ну, то, что они говорили, что там, ну, что соседи, что двери, что мы плохо жили, в общем, чтобы, в общем, все, здесь все написано, то, что они не подтверждают, или как, не подтверждаются тем, что они написали. Это за подписью кого? Это что за акт? Составлен кем? Это комиссия, ну, проверка. Акт, это проверка фактического проживания жильцом в квартире 69, дом 11, по бульваре Емельевскому. Вот. И вот что они написали, все, что... Они дали вам подписать этот документ? Нет, они нам не дали подписать, а дали... В общем, они сказали, что соседи подтвердили, сказали, что у нас 5 лет здесь не было, но только не хотели расписаться. Они не знали, что они не видят, и это самое... Какого года этот документ? С... 2012 года. Угу. Да. Все же нет. Так, вот еще сейчас год... У вас следующие, какие документы вы говорите, что связаны с начальником ПУЖФ Андреем Черным? Да, 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 да. Как началась эта история, что вам... Вы встретились с Черным, да, и что, что... Да, я это самое... В 2014 году я вызвал телевидение Стечневого, и были у него, и он тоже сказал, что да, была вот эта комиссия, и... Ну, это самое... Была комиссия, а на самом деле не было никакой комиссии, это они вызвали их у себя, и сами... Ну, в общем, написали все, что они хотели, что им нужно было. А предоставил Черный какую бумагу, если можно показать? У меня есть... Я не могу ее... Если оно есть, это бумага, то же... В общем, так, директор, что он подписал, что была эта комиссия. Угу. Что была Андрей Черный. Это у вас двое несовершеннолетних детей? Сколько им лет? Да, да. 12-14. Угу. Хотелось бы узнать, вот, почему с 2012 года уже прошло столько лет, и только сейчас вас решили выселять? На каком основании сейчас, спустя уже 7 лет? Да, мы судимся, в общем, уже 6 лет, 6 лет и 5 месяцев. И они никак, эти жалобы, прокуратура, мы написали, что они не хотят их привлечь к ответственности. И, в общем, прокурор открыл дело и опять закрыл. Опять следователь вызвал меня, и, в общем, женой опять обманул меня, оставил 4 лета. Скажи, я напишу оттуда, где вы работали, где-то самое, и участковый пойдет и проверит. И на самом деле он ничего, я написал, я расписался, и он написал все, что он захотел. Этот следователь, господин Грамм. Как же вы можете подписывать документ, не зная о том, что в нем говорится? Я через неделю пошел к нему и говорю, почему не проверили, где мы работали, где это самое. А я ничего не написал плохого. И вот нас выселяют. Ну хорошо, вы в суде столько времени, да? У вас было когда-то какое-то решение по вашему делу? Да, у нас было несколько судов, все, которые аннулировали вот эти прокуроры, чтобы сделали, в общем, расследование заново. Они не хотели, они знали, видимо, что... Ну чем заканчивались суды, есть ли у вас бумаги, что там говорят, что написано, вердикт какой вынес суд? Это самый есть, последний, да, перед темно, Верховный суд, что якобы... Я даже не знаю, где он... Вы говорите, что там... Ну, в общем, есть, ну, там не написано, чтобы выселяли, а типа, моя жена сказала, что она не жила. Да, это... У меня есть вот и фотографии, все, какие дети... И вот эти... И соседи могут подтвердить. Это соседи, да? Да, 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 соседи есть, вот эта бумага. И сам участковый ходил и проверял тут. И он так и не... Это получается, вы здесь сколько лет уже живете? В этой квартире? Ну, как... С рождения. А я раньше ездил на заработки, а уже 13 лет никуда не езжу. Потому что жена больная, дети, и никуда не езжу. А это была именно ваша квартира? Нет, это жена... Это от родителей осталась, от родителей. Моей жены. Это была квартира их родителей, ее родителей, да? Это не то, что вы получили то, что по работе? Нет, это... Это заслуженного строителя республики. Это отец ему 40 лет работал, строил город Бельце. И эту квартиру дали ему. А на основании чего теперь они хотят вас выселить? И что они вам предъявляют? И что говорят? Кому эта квартира достанется? Она вообще приватизирована эта квартира? Нет, они взяли... Сейчас скажу... В 2014 году... Взяли нас... В тихоря, в общем... Сняли с прописки. Жену и брата. И... И сюда... В общем... Прописали зам. председателя аппаратурной палаты. Господина... Ой... Как его за... А это вообще квартира приватизированная? Нет, нет. Не приватизирована? А у него такая недвижимость. У меня вот есть документы. У него... Я получил 83 года. А у него там, наоборот, что-то 2000. И... Я не знаю, на каком основании сделали... А почему вы... А бабе-2. А почему вы за столько времени не приватизировали квартиру? Можно было бесплатно приватизировать квартиру? Ну... Но у нас... Может быть, не было таких проблем бы у вас сейчас? Так как это государственная квартира? Ну... 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 У нас... У нас... У нас... У нас были много долги. И как бы... И хотели сначала долги отдавать. А уже началась школа. И... И в школу. И... За услуги. Нам не хватало денег. Мы хотели полностью рассчитаться с долгами. А потом уже с документами на квартиру купили. Знаете, я как... Мы соседи с другого подъезда. Но давно мы знаем этих людей. Вот постоянно мои дети... Детки играют с их сыном. Нормальная семья. Тихая. Спокойная. Дети такие чистенькие, аккуратные. Ходят в школу. Прямо... Честно. Ну... Заведение. Весь отутюженный. Всегда в костюмчике. Такое все. Да. Такие все ухоженные детки. Я не знаю. Никогда не слышала что-то такого. Потом мы слышали, что их выселяют. Выселяют. Думаю, какого интереса. И вы пришли сюда поддержать, да? Как бы. Ну, конечно. Конечно. Я слышала только, ну, как бы, все хорошо. Но у него жена заболела, вот. И... Да. У меня жена раком. И она в Кишневе. Она... Потому что должна была в мае месяц. Она вот три курса химиотерапии прошла. И должна была в конце мая оперировать. Но так... С этими проблемами она боится, чтобы дети... Угу. Не выгонять. Она переживает, во-первых. И, во-вторых, ей вообще нельзя нервничать сейчас в данный момент. Да еще такая ситуация произошла. Ну, сами видите. Чистенько, аккуратненько. Все ухожено, уютненько, ну. Угу. Не пьянете? Нет, нет. Не работаете. Не слышала. 14 лет вот я работаю. Уже сколько я ему знаю. На рынок они продаются. Двоем. Работает. Не пьяница. Не слышен, как они будут пить или ругаться. Никогда в жизни я не слышу. Все нормально сидят. Тихо и спокойно. Да. Тихо и спокойно. Каждый день детей аккуратно. Голубь. Никогда я не слышала. Вот на школу. Да. Вот они такой и такой. Мы слышали, что вроде соседи собрали деньги, чтобы заплатить эти долги. Это правда или нет? Нет. Я просто не слышала. Нет. Когда нам нужно было. Когда нам нужно было. Я старался, чтобы долги не залезали. 400. Самое больше 800. Мне сдавали без проблем. Я старался, если за неделю, за неделю вернуть. Я так рассчитывал так, чтобы я смог вернуть деньги. И они на счет денег всегда помогают. Сейчас вы работаете где-то? Нет. Сейчас нет. Сколько времени вы уже не работаете? Вот как 13 лет назад я ездил. Так я не только здесь. Я пытался найти здесь работу, но очень мало платили. А я по специальности строитель. И по состоянию здоровья у меня спина, я не могу. То есть вы уже несколько лет не работаете? Нет, нет. А семья живет на какие деньги тогда получается? Ну, то что на рынке, то вещи, то раньше, то это то. 8 лет назад вообще мне нечего даже кормить детей. Мы начали вещи торговать. Потом начали соседям нам помогать, продукты. Потом какие-то организации с продуктами. Потом начали так, то орехи вот и собираем вот, то. И несколько лет я работал так раз в неделю, два раза в неделю водителем. Мои друзья взяли, знали, что мне тяжело и платили мне 1500-1600 в месяц. А дальше что вы собираетесь делать? Ну вот раз в квартире и с женой после операции. Потом я думаю, я из-за этого не могу уехать никуда. Я хотел бы уехать на заработки, но ей пока сейчас тяжело. Но пока уже дети растут, я, может, смогу уехать хоть на несколько, на полгода, чтобы быстрее выйти. Чтобы вы жили, мы тоже нормально так. И вам что сказали, что есть решение, все, вас выселяют, да? Да, мы ждем сейчас. Да, да. Так у нас уже много их идей, с 14-го года. Чуть не каждый год, бывает, что через месяц, когда как. Мы не стараемся выселять в любой ценовой, раз они, я говорю, что кому не сделали квартиру. А кто сегодня должен прийти и как вас известили? Да, Наталья Абузурнюк и участковые. 5-го, 10-го числа, выселение опять. А их таких очень много было за это время, за 14-го года. И они никак не могут нас выселять. Они приходили? Да. Каждый раз. И как вы решали этот вопрос? Ну, я или показывал документы. А этот раз они 9-го, 10-го хотели выселять. И заставили жену, здесь были дети. Да. А она с угрозами. С угрозами, говорит, если не подпишешь этот документ, я сейчас вызову в органы опеки и заберу детей. Возьмем детей. При чем дети? Дети чистые всегда. Как они могут забрать детей? Так плакала детей, испугалась, не хотела идти на школу. С соседями. Как вы можете инвалидов и детей выбрать? А мы все можем. Мы все можем. Мы еще не таких на улицу. Ну, вот вы говорите, что у вас жена тяжело больна, да? А вы не расписаны. А вы не думаете о будущем детей? Что их ожидает? Вот не дай бог случится горе в вашей семье, да? Вы, получается, права на этих детей не имеете? Нет, так у меня есть документы. Мы еще пять лет назад хотели расписаться. Пять лет назад, потому что мы тоже говорили, что вы еще не расписаны. А когда уже заплатили, все сделали. Когда пошли посмотрели по компьютеру, там у жены нет визы для жидинца. Нету прописки, да. И не захотели. Потом еще раз хотели и ходили уже через год-два там, не знаю. Тоже так и не хотели. Сейчас нам надо где-то искать в других местах расписаться. Ну, просто в районе всегда это как-то, в селе это как-то, но вам нужно думать обязательно о будущем детей? Нет, обязательно. Это даже не обсуждается, я же не могу. Сколько лет вы уже тут живете? Уже 13 лет. Меня зовут Георгий. Я знаю эту семью давно, знаю родителей. Отец работал на стройке сварщиком. Строил много лет на БАМе дома. Мать работала на швейной фабрике. У них был сын и дочка. Ну, вначале умерла мама, потом папа умерли. Но ошиблись они в том, что они, по-моему, они не приватизировали квартиру. И это привело к тому, вот, к последствиям того, что дочка и сын как бы не имеют эту самую приватизированную квартиру. Но все люди знают, что это была хорошая семья, работали родители. И дети тоже учились и работали. Ну, сложное положение. Вот у них двое детей. Учатся, хорошо себя ведут, учатся хорошо. Родители ухаживают за ними, работают. Ну, они в очень сложном положении. Потому что из-за... Вы тоже квартиру хотели забрать. Потому что она не была в своевременную приватизирована. Ваших детей. Вот. Чем они занимаются, детки? Ну, в школе. Это в школе. Как? Хочет учиться хорошо? Супер. Пятку, десятку. Это диплом нам дали. Это самая награждальная семья. Мадам. Самая крепкая. Да. Самая крепкая. Что там написано? Я плохо вижу. Документы мне... Тоже с ЖЭК. Опять обманным путем. Я... Говорят, что якобы мы заплатили. А я вот... Есть подтверждающие вот... Документы, да? Документы, что мы заплатили тысячу леев еще в 13-м году. Там оставалось тысячу. Мы заплатили еще там сто... Шесть секунд. А она обманным путем, вот как говорят, что мы... А, после этого как мы заплатили, она позвонила нам и говорит, Вы не платите больше за услуги, потому что вас все равно вышло из квартиры. Кто это вам говорит? Это юристы ЖЭКа. Соседи каждый раз приходите, когда их приходят? Да, да. Всегда. Поддерживают, да? Да. Есть еще документы, которые недавно вот на консилиум, на городском. Должны были... Вроде бы голосовали, чтобы вернули нам квартиру, а ЖЭК опять не захотели. Чтобы была всесторонная комиссия, но так оно и не было. В этом актере разорваны по углам и все это самое. Этому дверь уже скоро 50 лет. Ее еще, наверное, где 25 будет. Как они не жили тут? Вот там есть фотография. Какая-то малая, вот первая, вот второй. Я могу подтвердить, что они жили... Мы как получили квартиру, мы живем, я не живу. Это сколько лет уже получается? 48, наверное. Где-то. Да, да, да. Где-то там в 42 году. А, в 72-м, а я в 16-м году. А, в 42-м. Узнать, кто снимает? Все мы снимаем интернет-телевидение, ТВБ, директор телевидения. Ольвира Шуваева. Судебный исполнитель Бузурнюк Наталья. Угу. Значит, вы пришли на исполнение решения суда. На исполнение находится решение суда с 2015 года о выселении Герла Дианы и Герла Маринелла с этой квартиры. Постоверение, пожалуйста. Решение неоднократно откладывалось исполнение этого решения. И давались сроки. В прошлый раз, месяц назад, Герла Диана, Дону и он написали заявление, что если они не добьются того, чтобы отменили это решение, они сегодня добровольно покинут квартиру. Есть такое заявление. Это вы с угрозами, если не подпишешь, я заберу детей. Какое вы имеете право? Вот я тут свидетель. Это что, отпека тоже была? Ну, в первую очередь, она вызвала опеку. Сейчас, если они не подпишут документы. Да, да. Это правило. Дети были вот здесь. Вот, дети тоже сидели. Мы сейчас повысили. Две каши, угроженные. Вы с кем говорите сейчас? Вы с кем говорите? Давайте со мной поговорим. Да. Вы сказали, что вы отдадите мне детей, если мы будем выселять. Я сказала, не мне, а придут органы опеки и заберут. Вот такой у нас был разговор. С визителей очень много. Вы сказали, что она сейчас в больнице. Вот подседители. Вы сказали, если не подпишешь, это так быстро я сейчас вызову опеку и заберу детей. Почему дожди детей? Почему с угрозами? Не надо брать. Я тоже был. Вот я тут дома все меня ухожу. А разговор был у нас такой. Вы сказали, я вам отдам своих детей. Я сказала, если вам дети не нужны, я вызову органы опеки и попечески. Да, 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 да. Не было такой. Не было такой. Ладно, можно. Да нет, слышу? Ладно, можно. Я сказал, дети мои маленькие. Я смотрю, они чистые. Вот все соседи знают. Давайте мы не будем вмешивать детей. Есть подтверждение этого? Стоп. Вы имеете подтверждение того, что вам хотели забрать детей? Как Greenwald? Да. С угрозами, я по сказали. Что очень засыпают, что это зашипают детей? Да, они вся fentanyl. То есть, вам дали добровольный срок исполнить обвинение. Хорошо, можно будет докладываться моя сцентỉку. А вы кем являетесь? Квартира оплачивается. Помощник чего? Судебного исполнителя. Почему я хотела заострить внимание, потому что все говорят спокойно, только вы говорите на повышенных томах, практически кричите. Нельзя, надо спокойно разговаривать. Даже если они кричат, вы должны сдерживаться, потому что вы судебный исполнитель, понимаете? Но помощник, вы должны, у вас еще впереди большой опыт, и вы должны как-то немножечко с людьми. Я хотела просто узнать, кто он, что он так разговаривает с людьми на таких повышенных тонах. Он нормально разговаривает, как люди разговаривают, так он отвечает. У нас в Кританции с 2006 года, 2006 года, за что нам хватило... Только за свет. За свет, за коридоры, и остальное уже потом... Только за свет здесь. Потому что у нас не было денег. Тут танцы только за свет. И за отопление, и за все. Ну покажите, я не буду виноват. Разбитесь на то, что тут. Ну свет, 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 свет. Какие светы тут, Володь, какие светы? Тут разные, тут и за отопление, и за все. Какой свет? Последнюю дайте к танцу. Тут разные есть. Дайте последнюю к танцу. Ищите, я... И за налоги, и за... Скажите, пожалуйста, госпожа, судебный спорта. А как это... Отец получил эту квартиру герой труда. Да. Получил квартиру на семью. Сегодня вы эту семью, но отца, к сожалению, не... Можно будет обратить на улицу. Просто выбрасывайте, как бы, я не понимаю, я не знаю. Значит, давайте мы обратим внимание на то, что выбрасываю не я, а есть решение суда, которое прошло все инстанции. Первую, апелляционную, высшую, судебную. Не я выбрасываю людей на улицу. Ну как у нас суды работают? Мы уже знаем. Мы здесь не для того, чтобы обсуждать решение суда. Мы для того, чтобы исполнять его. Все, кто недоволен этим решением, идете в суд, пишете заявление и там рассмотрят. У меня нету полномочий что-либо менять в решении суда. У меня нету полномочий запятую в этом решении поменять. Не то, что еще отменить его, обсуждать или еще что-то. Нас интересует, на каком основании их выселяют, какие проблемы есть? На основании решения суда. Есть решение суда. Выселить все. Причина. У меня я не сторона по делу. Значит, кто-то взял квартиру уже? Уже взял. Ну, конечно, уже хозяин есть квартиры. И уже просит, что выслит людей. Вы хотите решать ответ или вы хотите поговорить? Я не сторона по делу. Решение суда выдается сторонам по делу. То есть дом не Гырла и Примария. Я судебный исполнитель. Я работаю на основании исполнительного листа. В листе написано «выселить дом не Гырла». Основание не у меня. У нас здесь происходит причина, а не то, что решение суда. Да, причина. Я вам еще раз говорю. Вы должны быть больше делом не догадываться. Я вам еще раз говорю. Я не сторона по делу. Мне решение суда никто не выдает. Решение суда выдается сторонам по делу. У них есть решение. Они могут вам зачитать все выдержки. Не может быть, чтобы вы вышли на усиление детей. У меня есть решение суда. И не знали по какой причине. Не может быть. Есть решение суда выслит. Выслит. На каком основании? Ну вот вы идете выселять детей. Вы что, не знаете решение суда? Потому что есть решение суда. Ну правильно, решение суда есть. Вот стороны по делу сами обсуждают. Почему их выселяют? Я не сторона по делу. Я судебный исполнитель. Я исполняю решение. В 2014 году, когда Наталья пришла, с первой выселения, так она сказала, уже были сделаны документы на бабе Эдуарда. Я сказала? Нет, вы сказали, нашему адвокату, говорит, ой, уже сделаны документы на бабе. Это ваш адвокат придумал. Потому что я не знаю. Нет, я от вас лично узнал. Это был адвокат, 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 адвокат. Вы говорите все, что вы хотите. Аберационная палата. И он же сам, сам себе, вот тут есть документ, аббарит. Не, не, тут аббарит. Сам аннулировал, получается, сам себе сделал квартиру. Ну как, это родительская квартира этой женщины. У нее маленькие дети, несовершеннолетние. Пришли бы с себя в зимний период. Но вы хотя бы подождите, что вы сейчас говорите не в той структуре, где надо говорить. Это идут в примарию, они взыскатели. Вы с ними говорите, не со мной. Я только исполняю. Моя должность звучит, судебный, исполнитель. Я ничего не решаю. Вы идете с соседями в примарию. Вы всем соседям сказали, что... Почему вы 5 декабря выселяете людей в морозы? А мы все можем. Ноги болит, и это самое, и детей. Мы все можем. Вы сказали, что вы все можете. Мы вас выселили 5 декабря? Да, вы хотели 5 декабря. Вы вас выселили? Да. А почему вы здесь тогда, если мы вас выселили? Вы хотели нагло у нас выселить. Да, ну и он. Вы путаетесь. Мы вас выселили или хотели? Вам повязать за 5 декабря. Мы вас выселили или хотели? Хотели. Хотели. Так чего же вы говорите? Вы же сейчас здесь угрожали. То есть письмо о том, что выселяют, это угроза. Так вот, если ваши вот эти бабаи, которые, если не самовозят, то мы выселим все на улице. Здесь нет бабаек, чтобы угрожать. Здесь есть люди, которые исполняют решение суда. Скажите, пожалуйста, вопрос. Чей квартира? Чей? Завтра будут есть другие люди, они сегодня выйдут. Моя интересует, чья квартира, обращайтесь в органы комиссии. А как не можете, да? Выписали, женщина была прописанная с детьми. Да, в нас. А там у нее выписали. Выписали, а они нет никто. Она никто. Были бы вы... Подождите, еще один вопрос. Она какого наследства? Были бы вы... А я не умею. Ей только выписали, а Леви Мария. Да, пусть она нас предали. Куда выписали? А вы приписали? А наша квартира есть? Нет, так должно быть решение суда. Какая статья? Какая статья? Нет, у них есть это решение суда. Нет, у них есть это решение суда. Нет, у них есть это решение суда. А зачем мне что-то решение суда? Это не она. Кто здесь прописан уже, что на папе. Да это не она. Ой, не знаю, я от вас сами слышу. Да, я не знаю. Здесь уже совсем другие люди пришли. Но был в прошлый раз. Конечно, потому что один исполнитель. Выросли, что с этим людям, я-то в центре презентации. На свете, ладно, Каська, это я с теми буду шат. Да, я вот прям могла гид. Мы езжёмся. Да пьё, а то есть я тут даже енду. Из моего индук квартиры. Здесь уже кто-то прописан. Уже да? Вы сегодня... А почему вы сначала не пошли в кадастр, не взяли оттуда вы? Без кто здесь прописан? А почему? Почему вы говорите все вот так вот в воздух? Только лишь поговорить. Есть же документы, в которых всё написано. Значит, здесь уже другой хозяйный сельскох, вы селяете. Двое детей плюс мать в тяжёлом состоянии. Да побойтесь Бога. Здесь был прописан партнерсарий в нагрю. Бога побойтесь. Завтра, поздавтра, женщина, нельзя было заплатить глаза, дети остаются. А вы ещё выселяете. Решением мэра, они... Мэра, это самое, о аннулировании, это самое, акту... Вы говорите в романе, че скринем документы? Акту, как сказать, пикации, ордер. Оанулировать ордер консилева, решение консилева. И чтобы его выселили. В общем, он был у нас у фосфану Оанш, оптунь Дзименова, и Лавоскос. Спасибо, Ренат Русак. Значит, вы диктатся-вать. Я уникал, кто-то в начале, да? Пусти, что-то в начале. Да, нет, это все, Диана Градзеев. Это все, что-то в начале. Вы тоже в начале, да? Да, на жеркан. Хорошо, мы поговорим в романе. Для того, чтобы понять, почему эти люди появляются в партнерсарий? Потому что есть утверждение диктатарий, которые умерут на лекваре. Приступают этапы для экзаменов и реэкзаменов. В результате урмаса леквара, и о том, что они будут выполнять, в общем, из-за этого. Но какие-то темы, которые были приняты эти действия? Я не могу говорить о правомhoraireе, это нормальное явление. Это не могу говорить о правом религии. Вы можете быть членом и конченством с обеихов, и обеихов, и обеихов, 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 обеихов. Я не знаю, что эти люди здесь говорят, почему они задают вопросы и почему они находятся в апартаменте Виста. Есть, конкретно, партия по дозару. В этой части есть люди, которые должны быть эвакуацией, и есть люди, которые будут в процессе эвакуации. И которые сейчас дают вопросы, которые сейчас спрашивают, и которые сейчас не могут быть эвакуацией, а не могут быть эвакуацией. И я предупреждаю, что вы должны быть эвакуацией. У вас есть представительства, в этом году. И апартаменту обеспечить имущество. Но из-за этого, они говорят, что они просто не могли сминиться и сминиться апартаменту в имя 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 имя, и это будет аудитория. Апартаменту обеспечить мамы И как это ситуация? И почему они не возвращаются в их апартамент? Да, но в определенные причины, в соответствии с определенными причинами, в 2014-2015, появилась какая-то проблема, которая, в последнее время, была эта консистенция. Да, она появилась. Дина и Марина Гырлла, которые были подписаны в их апартаменте, они не работали здесь и у них были потерпены в правильное место. После этого, они были заключены для того, чтобы избежать радиоизоляции. Дома Гырлла, персонал, и у них были declarации, которые сказали, что они не работали здесь. Дома Гырлла, он, после дуэта, у них в роде сошли, с ее мужем, и работали там, и у них было с ребенком. Дома Гырлла, и у них были потерпены в местном зале. Дома Маринел, это говорит, что они не знают, что они не знают, что они знают, что они знают. Когда люди работают на жизнь, мы вместе. Почему вы, очень хорошо, обожаете? Смотрите, мы здесь. Когда мы вам дали адвокаты фотографии, вы сказали, что это не нужно. Не нужно ничего. В садике, вы сказали, что вы, что вы, которые вы дали, что вы дали адвокаты, вы не за вас. Дело в том, что вы не понимаете, но вы не понимаете. У меня, мы сказали, что я не Angela, из отца что вы уйдет, я не знаю. Вот вы вы сказали, что это не вы. Но почему вы не вы задали адвокаты фотографии? Вы не давали адвокаты фотографии. Нет, я не могу, но я не знаю, если вы не дали адвокаты фотографии, это за юдиката, я не могу? Вы вы не можете принять правду на дозаж, и не можете принять нижнюю правду... Я не могу, но я не могу. Не вы, мне не встали. Мне не могу. Это были вопросы, которые вы должны сделать, подальше за дозактой. Когда мы вышли на дозакт, мы вышли в последние 80 минуты. Я уже не suis, а от этого, мне не нужно, что нам пришли на дозакт, Что произошло? Я не знаю, я не знаю, ничего. Как вы сказали? Вы сказали, что вы угрожаете, потому что в месяц, что если вы не скажете, что вы в доме, я вам покажу, сейчас. У меня была психология в школе. В статус так. Что вы сказали? Что вы сказали? Друзья, мама. От праздника... Затуска. Синдика機... Да, логично за Aeromunfo. Я стараюсь мне за письма Odyssey, юмalnya, город. Почему с vegд хобейку? Если не так, ну не так! Но из тех жеа в точности не×报евку, Я вам скажу только давай! Дом Быля сказала дев incentiva, Вопросы с премьерами, которые вы думаете, что вы получаете? И мы не будем. Но мы не будем. Дальше, если вы говорите, почему вы не хотите фотографировать вас? Мы украли все-таки, что вы думаете, что мы не будем. Я свою школу. Поехали. Почему вы улетели будет так, как先生? Что это было, какому-то продадут вас, можно планировать вам. Это было бы не было, но я и я, и... Это было бы на меня. Сотрудничаете по моему миру чуть-чуть от меня? Почему вы улетели что здесь было? Пока, в котором мы брались? Как вы сказали, динозаводство, что я написал? Я написал, я написал, давайте просто просмотрим у меня. Я не могу сказать, что у нас я не могу сказать, что у нас есть садится в партии Пидоса. Журавец, Парович, Огонь. Огонь на спартере. Это буйня на гейли. Да. Ёйть она не ещет. Она не ещет, это не шум. Они с домами с ней ещет. Ну, может она? Кошерк нул. Вон ты даже троей ел. Я коренький призыв, я ещет к хацу. Это мой бешец. Что он пьяц? IF он хотим спать. У нас звонит, ну вас презентарь, ну вы искали, спите, нас так будет ошибаться. Я куплю, я куплю, надо рекомендовать на немец. А вот врать не надо, хорошо? Да. Как, вон, врать не было. А почему вы не прошли? Да, пишу норманды. Вот я обезьяну, что у меня разыска винить слова о рлядово. Да, не слову, но как сход, воляка мои, воляка, а сейчас говорят, к нас винили. А пишу о вас есть? Какое пишу о? То, что мы оставили вам в прошлый раз? Ну есть, есть, я не знаю, где. Там написано во сколько? Не письмо. Там, где вы писали, что вы ознакомлены с этим. Я ничего не должен писать. Дом на один огне. Вы просто родственник. У вас есть какие-то подтверждения? Не имею права. Мой спаситель. Это направление на Волгинститут. Она вчера уехала. Ее подготовили к операции. Да, ей операцию. Я звонил ей. Она сказала, что проходят какие-то аппараты. Будут сказать, когда ей операцию будут делать. Потому что она была в конце мая. В конце мая. Она в конце мая. Она во время ездила. Ее оказалось подпидать. Я не могу. Она мне поддержит. Я ее подпидаю. Я ездила в интернат. А ты мама! Это коррупция за фашизм! Это уже второй раз она поехала на Кимии. У нее уже несколько, три. У нее уже сделали. и сейчас будет операция после этого ее давно готовили, на самом деле она 3 химиотерапии здесь да, мы пропустили и так время и сказали, что Кишинев а уже тянуть и уже не так надо сделать ну если не вендика садись копеечку мы уже не пробили венди да все вендики и прятаны по правилам, по правилам по правилам, по правилам то есть мы будут вендики мы будут мы не обвиняем если не вендики это будет как они мне нужно это что это и рад процесс дин жюдикано. Ну, динкафу мосту не обвинит, да? Шэй, фортипеник, кэн мерзи жюдикато, не минувини, нусэ презент ниж лошадинцы, не минари нишу отрябы, тэс фак в округор. Кэму апаруту проблемы, венкаре вам мотивит, тэс сэнтопарадоѣчу. Тэс, тэрэв. Жюдикато, жюдикато, треби сэнтеми вечири. Тэй иноу кяма. Пэй, аста, маяла жюдикато. Да. Рэвису юзку карэрэрэрэ. Адвокатуй тэс ляга, притяна? Да. А кэм, кэм, кэм бэц, прочидая, сэнтема ич. Соцэсіщтим, вортия пакуацяцтазўламені, сауць адвокат. Астасян. Кэз, так, ест презентат, ээ... Довадак и... Ай, тьмэй. Астанёва нету ничго о том, что ёо приняли? В больницу. Нет? Нет, она... Я звонил ей сегодня, и горж сам бэц, я сказал, что ей делали сегодня какие-то... Аппараты, как... Замайти... А, так, конечно. Аппараты, я когда звонил, она мне говорила, я сейчас на аппарате, и ёо просто готовь кэрак, уже скажут кэрак. Да. Да. Замайнишам документки ёоста Таисла Больницка, по господисимии. Не, им надо оттуда ж... Корея, а мусо-дустанай. Что она сейчас находится именно там. Ну да. Ну что, ну да. Суны ей... Пусть ей начинь меняться, если... Где это подтверждение? Да вот, и дали направление... Это направление... Это направление... Это направление... Что-то шо, я пойду и я... Я... Нет, она лень... Она... Девочки, я только в январе была в Вон Конституте, меня оперировали. Положили в больницу. Там подтверждение будет только после операции... Когда вас... Когда вас приняли в больницу, вам составили фиша. И что? Это фиша у них. Не, не, если вам надо, пожалуйста. Вон фиша. Вон институт, и она направляется. Это вам надо. Это вам надо принести такое подтверждение. Так я... Я вам принесаю. Я не могу её сразу... Чш-чш-чш. Таки же. Хорошо. Вы можете нам принести подтверждение, что она находится именно в больнице. Не просто направление. А именно, она зарегистрировала выписку. Ну хорошо, мы вам принесём выписку, а дальше что будет? Да, да, да. Да. Если будет такая выписка, мы можем отложить на время, пока она находится в больнице. Но это только отложить. Это не отменить это исполнение решения. Дать вам время для того, чтобы вы могли подыскать квартиру, хотя мы в прошлый раз об этом говорили и вы писали это, что вы обязуетесь найти квартиру, куда можете перенести вещи. Решение суда никто не отменил. Оно прошло. Все инстанции. Оно должно состояться. Сейчас мы забыкарим. Мы надеемся, что другая прокуратура генеральность. И опять на все инстанции... Вы хотите привезём в порядке? Да, да. На все инстанции, к примеру. Подавайте врезаем в порядке. Подавайте врезаем в порядке. Потому что они фальсифицировали в 2019 году документы. Не надо кричать. Это надо писать. Надо предоставить, что мы привезём в порядке. И кому, главное, предоставили? Кому? От того, что приду я, но я придёт второй, третий, четвёртый. Вы понимаете? Ничего не изменится. Чем они занимаются? Чем они занимаются? Может избежать только решение суда? Да. Это подать ещё раз. Не, не, не. Принести, что женщина больная... Не, 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 по-дочка. Это в ревизионном порядке. Да, в ревизионном порядке. Это может или генеральная прокуратура или… Хорошо. Давайте мы сделаем так. Давайте мы сделаем так. Давайте мы сделаем так. Мы сегодня отложим исполнение. Но вы должны до конца следующей недели предоставить выписку с больницы, что она была именно сегодня, именно сегодня она находилась в больнице. С какого она, со вчерашнего дня? Вчерашнего дня, да. Выписку с больницы, подтверждение. Если вы будете обжаловать решение суда, еще раз, вы должны принести заявление об обжаловании, зарегистрированное в суде. Запомните, запишите. Мы не в суде, а в Генеральной прокуратуре сначала, потому что так же могут... Думаю, вы опять начинаете не с той стороны. Отменить данное решение может только суд, больше никто, ни прокуратура, ни совет, ни примария, никто его не может отменить. Только суд его может отменить. И вы должны его, не должны, а можете, имеете право обжаловать в визионном порядке. Не надо искать прокуратуру или еще что-то, потому что это вам ничего не даст. Но они только будут заниматься. Это все будет просто оттягивать время и все. Понятно. Давайте вы сейчас напишите заявление о том, что Диана находится в больнице, при свидетелях, чтобы они говорили, что вам угрожали. Да, желательно, чтобы репортажные остались, а то потом опять вы уйдете, а мы тут вообще детей и себе забрали, наверное. Не обманывать не надо. Вы обманывали нас таким образом, потому что вы прекрасно знаете, какой у нас с вами разговор. Поправилась просто. Подросла, постарела. На русском, на молдавском, как вам удобно писать? На молдавском. О чем вы говорите сейчас, женщины? Никто двери не закрывал, двери были все закрыты. А Максим не домой, все. Не давали заходить. Ты смотри, мне. Ну, мне, смына, пеннице, нахожусь. Овец у нее... Постарелем не давали заходить. Постарелем не давали заходить. Поднимите, что вы видите, куда сыпать? Чего, чего вы? Эээ, ну, фасет свой керцес, пел. Ну, я такой, 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 такой. Камени, Маша. Дома Наталья, вы еще влете, влете и влете. Дома Наталья, я еще, ну, вот у тебя, моя женская, вот есть купилу, ты фас. Я тоже здесь, я была здесь, никого не закрывала. Дома Максима. 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 Джинб sini. Дома Максима. Дима Максима. Дома Максима. Потому что все, у нас ворота заходили. Мнеiennentsta, отigo, между ними сейчас Bears�에. Вы, легкогоестит,kommenешь. Да, я не знаю. Что за движения? Пред liarски. Эдрох 한국. Мы тоже. Ахлев Каковерскно. Сколько недель или больше? Какой недель? 2 месяца? До Нового года. До Нового года никто не так. Месяц. Давайте я вам дам больше, чем месяц. Я вам дам 2 месяца. До 20 ноября. А мы зайдем в надпись. Да, мы эту сушку отойдем. В надпись. Судебный исполнитель такой, как и вы. Там возмущаться. Пишите 9, а вы 14. 9 хорошо пишите. А как будто 4. Вы ж пишите так, что потом... Отсрочка до какого? До 4 декабря 2019 года. Кто будет присутствовать опять? Приглашаем вас. На 4 декабря. Какой чисел? В декабре. Сюда, да? Сюда, да? Дома Наталья, сюда. Сюда. Выселение будет отсюда. Ну, у нас 10-го. 10-го. Конечно, да. Это встается, что он принес купить решение. 10-го. 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 Сегодня 10-го. Пишите октября. Октября пишите. Азиот. 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 Это просто любитель покричать, а что-то решать с августа месяца, в который приходит даже с июля, я принесу решение принесите, принесите, до сих пор не принес. Третий раз мы отлаживаем Третий раз Знаете, в кухню, в троицу Я вам привез 4 декабря 4 декабря, да? Да Но если человек ничего не решает 4 декабря Я не вижу в вашем присутствии какого-то смысла